Я уже рассказывал про некоторые песни и их композиторов, актуальные во время Великой Отечественной. Ознакомиться с этим видео можно по ссылке в подсказке. Как можно заметить из него, в Советском Союзе мода была на народных композиторов. Исполнители и ансамбли должны были быть выходцами из обычных крестьянских и рабочих семей. Власть позиционировала себя как народная, поэтому и спрос был соответствующий. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин будет выполнить свой долг перед народом. В Третьем Рейхе, наоборот, власть прославляла нацию. В первую очередь значение имело не сословие, а национальность. Айрицы считались верховной расой. Из такой идеологии, конечно, и запросы к национальной музыке были с точки зрения национальности композитора и исполнителя. На государственном уровне в почете была академическая оркестромая музыка, а среди молодежи набирала обороты любовь к джазу. О роли музыки в идеологии Третьего Рейха я еще сделаю отдельное видео. Это слишком большая и интересная тема. А сегодня хотел бы рассказать о музыке в концлагерях. Да-да, не удивляйтесь, и в этих отчаянных местах, где Надежда умирала первой, даже там люди находили время и место для музыки, а также были целые оркестры, организованные руководством лагерей из заключенных. Начну немного издалека. В 1933 году в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера создается Министерство народного просвещения и пропаганды под руководством Йозефа Геббельса с целью просвещения и пропаганды населения в вопросах политики имперского правительства и национального восстановления немецкого отечества, одним из направлений которого, конечно же, была борьба с расовым и идеологически неверным искусством, получившим название «дегенеративное искусство». И если еврейские газеты считают, что могут адресовать национал-социалистическому движению свои скрытые угрозы, пусть остерегутся. Однажды кончится наше терпение, и тогда мы заткнем эти поганые лживые еврейские рты. Чтобы вы понимали скорость, в которой все происходило, 30 января 1933-го Гитлер был назначен рейхсканцлером, в марте было создано Министерство пропаганды, а уже 7 апреля вышел закон о восстановлении профессионального чиновничества, который привел к массовым увольнениям дирижеров, певцов, учителей музыки, еврейского происхождения. Журналисты нацистских газет с особым удовольствием публиковали лживые статьи, посвященные жизни и творчеству дегенеративных музыкантов. Зачастую они высказывали самые прямые угрозы музыкантам неарийского происхождения и грозили силовыми акциями в случае проведения нежелательных концертов. К 1935 году данная административная чистка была успешно окончена. На территории Германии фактически не осталось ни одного композитора, оркестра, дирижера или исполнителя неарийского происхождения. Вершиной пропагандистского искусства Геббельса стало проведение с оглушительным успехом в 1937 году выставки под названием «Дегенеративное искусство» и чуть позже ее логическое продолжение «Дегенеративная музыка», на которой были представлены портреты неблагоприятных композиторов и исполнителей. А в специальных кабинках можно было даже ознакомиться с дегенеративными произведениями. Вследствие такой агрессивной политики все неарийские музыканты, в основном евреи, а также поляки, румыны, болгары, русские и многие-многие другие, сначала изгонялись из страны, кто мог уезжал сам, а после событий «Хрустальной ночи» отправлялись в концлагеря. В середине 30-х в США появляется новое направление музыки – свинг. Музыкальная новинка возродила интерес к джазу во всем мире, в том числе и в нацистской Германии. Вопреки негативному отношению нацистов к свингу, как к музыке черных, «Свинг запрещается, музыка о черномазах», любители легких танцевальных мелодий в Третьем Рейхе восторженно приняли новую музыку. И даже больше. Для некоторой части людей свинг был не просто мимолетным увлечением, это был стиль жизни и способ восприятия действительности. Молодые поклонники свинга создали самостоятельную субкультуру. Организованные группы поклонников свинга возникали и в крупных европейских городах – Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Швеция, Австрия, Швейцария и Чехословакия. Но ситуация в Германии была иной. Немецкие поклонники свинга страдали не только от нацистских запретов на дегенеративную музыку, но и от предвоенной атмосферы, воцарившейся в стране. В Германии и аннексированной Австрии факт существования свингующей молодежи стал вопросом политическим. Может один на один, свингер? Джаз и свинг стали символами жизнелюбия, свободы, независимости, нонконформизма, либерализма, интернационализма, в конце концов антирасизма. Свинг-югенты тяжело переживали отсутствие свободы в тоталитарном обществе. И музыка была их глотком свободы. Способом проявления протеста. Протеста против всеобщей воинской повинности. Свинг-югенты отказали вступать в нацистские молодежные организации, такие как Гитлер-Юнгетт и Союз немецких девушек. Они нас не поймали. Поймают. Мы избежали Гитлер-Югентт, но армии не избежать никому из нас. Бойкотировали комендантский час, игнорировали запреты на проведение танцевальных вечеров и запреты на вражеские радиостанции. Взаимоотношения свингеров и нацистов колебались от скрытого неприятия до открытых провокаций и ожесточенных столкновений. Тем не менее, нацистские репрессии основывались не на музыкальных предпочтениях свингеров, а на иных причинах для притеснений. Нравственное непослушание, игнорирование нацистских молодежных организаций, еврейское происхождение и так далее. Свингеры становились жертвами административных санкций и репрессий. Многие юноши и девушки, участники отдельных свинг-группировок, подвергались арестам, гестаповским допросам и пыткам. И даже несмотря на то, что свинг-югенты не были жесткой организацией, а скорее собранием друзей с общей идеей и любовью к музыке, по распоряжению Генриха Гиммлера от 26 января 1942 года лидеров свингующей молодежи следовало отправлять в концлагеря сроком до трех лет. Терезейнштадт или Терезинское гетто – один из лагерей, куда попадали свинг-югенты. Терезин лучше всего характеризует музыку концлагерей. Объясняется это тем, что среди заключенных Терезейнштадта были многочисленные еврейские артисты и интеллектуалы, поскольку нацисты рассматривали этот объект как показательный лагерь. Кроме того, после кратковременного запрета в первые дни существования гетто руководство Терезейнштадта официально разрешило заключенным сохранять собственности музыкальные инструменты. Таким образом, в лагере стал возможным широкий спектр музыкальных и других культурных и художественных мероприятий. Понятно, что нацисты дали это разрешение в целях пропаганды, но оно создало необходимые условия для уникальных творческих инициатив заключенных Терезейнштадта. Как я уже сказал, Терезинское гетто было создано в целях пропаганды, чтобы показать, как хорошо живется евреям в условиях заключения. Здесь существовали многочисленные песенные коллективы, кабаре, оркестры классической и популярной музыки. Здесь работали музыкальные критики, работали музыкальные образовательные организации. В Терезине была создана студия современной музыки под управлением Виктора Ульмана. Можно было услышать симфонические и камерные произведения Моцарта, Бетховена, Брамса, а также национальные песни и такие оперы, как «Кармен», «Тоска» или «Проданная невеста». Зачастую музыка и стихи, рожденные в стенах гетто, противоречили существующей реальности. Жизнь Терезейнштадта резко контрастировала с ежедневной борьбой за выживание. Но поскольку культурная деятельность узников была полезна для нацистской пропаганды, эсэсовское руководство не только допускало ее, но и поощряло. Музыка в Терезине в прямом смысле спасала жизни. Одной из заключенных была Алиса Хертзонер. Ее вместе с семьей арестовали в 1943 году как еврейку. Муж был отправлен в Освенцим, а позже переведен в Дахау, где умер от Тифа всего за несколько недель до освобождения. Возможно, что Алису с ее сыном постигла та же участь, если бы не ее любовь к музыке и ее умение играть. За свое время пребывания в концлагере она сыграла более 100 концертов и для охраны, и для гостей лагеря, и для заключенных. Алисе позволили не разлучаться с сыном, и это уберегло его от смерти. Через Терезейнштадт прошло более 15 тысяч детей, из которых выжило всего лишь 130 человек. Алиса старалась окружить сына заботой и отвлекать его от ужасной реальности своими рассказами и музыкой. Позже он напишет, что ей удалось создать для него Эдемский сад среди ада. У него осталось на удивление мало плохих воспоминаний о своем детстве. Вот он принимает участие в детской опере Брундибар. Это кадры из пропагандистского фильма 1944 года, снятые заключенными Терезейнштадта по заказу Министерства пропаганды. На нем видно, как людям хорошо. Они работают, гуляют, проводят досуг, устраивают концерты. Среди музыкантов есть и участники лагерного джаз-бенда Гетто Свинкеры под руководством пианиста Мартина Романа. Заключенные старшего возраста часто не принимали их искусство, зато лагерная молодежь считала этих музыкантов сенсацией. Но ни популярность среди заключенных, ни покровительство со стороны некоторых чинов СС и даже участие в пропагандистском фильме о лагере не защитили музыкантов от депортации в Освенцим. До освобождения из всего музыкального состава дожили только двое. Немецкий город Веймар считается центром немецкой культуры, известен тем, что подарил миру таких выдающихся людей, как Ницше, композитор Ференс Лист и Логанн Себастьян Бах, а также одно из ужаснейших мест, когда-либо существовавших на Земле. Концлагерь Бухенвальд, встречающий каждого циничной надписью на воротах, каждому свое. Бухенвальд, в отличие от Терзенштадта, не был мразцово-показательным и классифицировался как лагерь смерти. Людей сюда отправляли умирать. Человеческая жизнь ценилась чуть меньше, чем униформа, в которой были одеты заключенные. Мой номер за всю историю существования Бухенвальда, сколько он существовал, от 1937 года по 11 апреля 1945 года носило пять человек до меня. Я был шестой. Я был последним носителем этого номера. Восьмилетняя история Бухенвальда была необычайно богата событиями в области культуры. Хотя подавляющее большинство заключенных не могли услышать всю разнообразную музыку, звучавшую на территории лагеря. Но уходя на тяжелую работу в шахты и возвращаясь с нее, они отлично слышали марши, которые исполнял лагерный оркестр. Здесь стоял слева лагерный духовой оркестр. Лагерный. Ну и подбравурные марши. Как бы так сказать, каторжный труд был. А здесь такие бравые немецкая музыка. Заключенные отлично слышали песню Бухенвальда во время музыкальных истязаний, которые любили устраивать нацисты, собирая по несколько тысяч людей и заставляя их петь в унисон, наказывая за неправильное исполнение. Звучит музыка. Заключенные прекрасно слышали и пытку еврейской песни, когда после лагерной переклички еврейских заключенных оставляли на площади и заставляли петь эту песню снова и снова. Несколько часов подряд. Известен случай, когда в декабре 1938 года несколько заключенных собрали на главной площади лагеря и заставили играть на музыкальных инструментах до тех пор, пока они не упали в изнеможение. После этого им приказали, стоя на коленях, танцевать вальс. А когда люди уже не могли больше двигаться, охранники стали избивать их. И опять же, под звуки музыки. Вот это Апель-плац перед нами. Так называемый плац для проверок заключенных. Плац для экзекуции, где стекли на специальных козлах. До 12 ночи могли мордовать здесь стоять, никуда не трогайся и разговоры прекратить. И они злые, как собаки, самые все. А не имеет значения. Или град, или дождь плется, как с неба, что промокло все насквозь. Кажется, кости промокли. Здесь всегда постоянно гуляли. И музыка, которую никто из выживших в лагере не забывал до конца жизни. Та, которая смешивалась с предсмертными криками людей. Начальник лагеря приказывал во время экзекуции ставить рядом с пыточными приспособлениями певцов. Они должны были пением заглушать крики. Часто музыку использовали для того, чтобы заглушить звуки во время массовых расстрелов советских военнопленных. Однажды во время расстрела заставили петь весь лагерь. За время существования Бухенвальда в числе заключенных побывали многие знаменитые артисты немецкой страты. Для сохранения рассудка и морального поддержания заключенные тайком собирались вечерами в бараках и слушали классическую музыку и джазовые композиции в исполнении музыкантов лагерного оркестра и подпольно организованных групп. Как вспоминал один заключенный, Однажды вечером мы притащились с работы измученные, грязные, некоторые в крови и замерли в потрясении. На фоне голых барачных стен за двумя сдвинутыми столами сидели четверо наших товарищей. Они играли Моцарта. Только тот, кто пережил ужасы Бухенвальда, может понять, что там произошло. Музыка оказала невероятное влияние. Люди, находившиеся на грани самоубийства, вновь обретали мужество и уверенность в себе. Если Бухенвальд был лагерем смерти, то Освенцим, или Аушвиц по-немецки, можно назвать фабрикой смерти. Истребление людей здесь было поставлено на поток в промышленных масштабах. Для сравнения, через Терезин за все годы его существования прошло около 140 тысяч людей. В Освенциме было только уничтожено по разным источникам от полутора до двух с половиной миллионов людей. Такие разные данные из-за методов подсчета. Нацисты не учитывали тех, кто пребывал уже мертвым в переполненных вагонах для скота и не считали тех, кого сразу же по прибытию отправляли в газовые камеры. Здесь человек не личность. Здесь человек лишь единица в статистике. Те, кто не был сразу отправлен в газовую камеру и краматорий, оставался лишь для того, чтобы быть рабом на строительстве инфраструктуры лагеря. Все боги земли покинули это место, а Надежда Первая умирала в стенах Освенцима. Издевательская надпись над главными воротами «Труд освобождает» и марш лагерного оркестра, вот с чего начинался и заканчивался каждый день для всех заключенных. Для удобства подсчета пленники разбивались на пятерки. Если за ворота лагеря вышла пятерка, то вернуться должно пять человек. Тех, кто был слишком слаб, чтобы идти, или умер на работе, несли товарища. Но вернуться должны были все. И все это под звуки проворных марши. И когда мы возвращались, то опять играли в воротах марша. И мы в строю, значит, шли обратно, но в каждом этом строю на плечах несли убитых. Значит, ноги у одного, руки у другого. И вот эти тела раскачивались в такт этой самой красивой музыки. Обыкновенный, настоящий оркестр, вот, играл мелодии, заперет. Вот, и вот несем трупы, они играют. А у нас слезы катятся. Вот. Убитого человека несем. Сколько раз так было. Оркестр играл вовсе не для эстетического удовольствия заключенных. У него было вполне практическое назначение. Нацисты считали, что под боевые марши люди работают быстрее. И даже экспериментировали с мелодиями. Опять же, насколько циничны были эти люди. Они пришли к выводу, что под немецкий и венгерский марша заключенные начинают идти слишком быстро, и их становится сложнее считать. А вот польские подходили в самый раз. Поначалу музыканты находились на улице в любую погоду, но со временем им позволили играть в помещении во время дождя или снегопада. Также оркестр проводил субботние концерты для эсэсовских охранников. А по воскресеньям долгие часы играл для удовольствия коменданта лагеря Рудольфа Гесса, его семьи и друзей. Состав оркестра постоянно менялся. Среди музыкантов был высокий уровень смертности, ведь оркестранты не освобождались от ежедневной трудовой повинности. Кроме того, был высокий уровень самоубийств, прежде всего из-за невыносимого давления со стороны. Со временем у музыкантов появлялись все новые и новые инструменты и партитуры. Была так называемая музыкальная команда и в мужском, и в женском лагере. Пусть это вас не удивляет, потому что в лагерь попадали самые известные музыканты со всего мира. В женском лагере дирижировал оркестром Аль Морозе. Она была вторая скрипка в Европе. У некоторых офицеров СС были собственные музыкальные рабы, которые должны были петь или играть, когда бы и не приказали. Не была ей исключением Мария Мендель, надзирательница женского лагеря. Она обладала неограниченной властью над всеми женщинами-заключенными. Избиение и унижение беспомощных жертв доставляли Мендель садистическое наслаждение. Заключенные не называли ее иначе, как зверь или чудовище. Мендель отличалась тем, что без тени сомнений приказывала убить на месте любую проходящую мимо женщину, которая имела неосторожность посмотреть на нее. Также она была страстной меломанкой. И по примеру коллег-мужчин, собравших в Альшвице два оркестры заключенных, она добилась у Рудольфа Герса согласия на формирование женского оркестра. Участницы оркестра были, пожалуй, единственными в лагере заключенными, пользовавшимися искренним расположением Марии Мендель. Руководила оркестром Альма Розы, племянница Густава Малера, талантливая скрипачка. Альму уважали эсэсовцы, ей глубоко симпатизировала Мендель. В состав коллектива входили пять певиц, тридцать исполнительниц и даже восемь переписчиц нот. Роза добилась для музыкантов дополнительного пайка и права не посещать обязательные переклички построения. Кроме официального оркестра, вансвенцами были и другие исполнители, пользовавшиеся покровительством эсэсовцев. Одним из таких заключенных был опубликовавший воспоминания о лагерном кошмаре «Мой голос спас меня». Другим был Коко Шуман, величайший джазовый гитарист, был участником джаз-бенда в Терезинштадте, был переведен в Освенцем и выжил только благодаря музыке. По его воспоминаниям, эсэсовцы относились терпимо к свинг-бенду, поскольку это позволило им слушать официально запрещенную музыку. На этих подпойных концертах музыканты получали награду ликер или сигареты и сохранились сведения о лагерном джаз-бенде, который играл только на эсэсовских оргиях и попойках. Многим музыкантам из числа заключенных приходилось выполнять и омерзительные задания, которые заставляли их чувствовать неизгладимую вину и вергали в уныние. Иногда оркестрантов заставляли играть во время прибытия поезда с новыми заключенными для того, чтобы ввести в заблуждение вновь прибывших. Однако не всех новоприбывших удавалось обмануть таким образом. Кто-то с жадностью вслушивался в звуки музыки, а кто-то затыкал уши последними звуками в жизни стали смертельная танго и звуки гранул циклона B, сыплющегося на пол газовой камеры. Я не представляю, как люди могли пережить этот ад. Я не представляю, как другие люди могли построить этот ад. У меня седых волос, наверное, прибавилось только на этапе подготовки к видео. Интервью с пережившими концлагеря, книги, статьи, документальные видео. Так много известно, но так мало удалось рассказать. Пытаясь уложиться хоть в какие-то рамки, скрипя сердце, мне приходилось вырезать целые куски сценария, дабы не раздувать хронометраж. И про Майданок, и про Яновский, Дахау. Через каждое из них прошли сотни тысяч, миллионы людей. За каждым человеком стоит своя история. Историю, которую нужно знать. Знать для того, чтобы не повторить подобного никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok